Всем огромный привет! У меня видео сегодня довольно необычное для моего канала. Я хочу снять, оставить рецензию на книгу, которую я прочла не так давно. Писатель из Германии Эрик Мария Ремарх. Может быть, кто-нибудь слышал. Ну, вообще, мы должны были читать и слышать имя этого великого писателя, я так считаю. Это не женщина, это мужчина. Жил он в годы Первой мировой войны. У него была очень богатая, красочная жизнь, богатая и на события, и на всякие перемены в его жизни. Были как плохие, так и хорошие какие-то события. И он избежал нацистских преследований, хотя его сестра была казнена фашистами. Он увлекался автогонками, но он не разбился. Он был и журналистом, и критиком. У него были постоянные переезды. Из Германии он переезжал в Америку, из Америки в Швейцарию и так далее. Его произведения, к сожалению, не удостоились Нобелевской премии. Сам он ничего не получил. Но сейчас в России очень его любят, очень читают. Поэтому я вам рекомендую. Итак, книга, о которой я сегодня буду вам рассказывать, это «Время жить» и «Время умирать». Действия происходят в годы Первой мировой войны. Эта книга, вы знаете, вроде как обычная. Там описываются будни в военные годы Эрнста Гребера. Это вот главный наш герой. Вместе со своими однополчанами они выкапывают трупы из снега, потом закапывают их. Но вы знаете, чем она меня привлекла? Все события, все описания, которые нам предоставляет эта книга, они настолько достоверны, настолько реальны, что кажется, что ты присутствуешь где-то рядышком, когда читаешь эту книгу. И ты прямо окунаешься в нее с головой. И вроде как вот эти годы военной жизни, два года он прослужил, и наконец-таки Эрнст получил долгожданный отпуск на две недели. Он отправляется в свой родной городок, пытается найти там родителей, но, к сожалению, дом родителей взорвали. И он знакомится, ну как знакомится, встречается с одной девушкой, которую он не видел много-много лет, это Элизабет. И на него нахлынувают чувства постепенно. Конечно, там нет романтики, потому что это все-таки война, но с трудом, например, добытая бутылка коньяка, которая выпита с этой Элизабет под ночным небом, дарит им покой и умиротворение. Это просто надо читать. И я всем очень-очень советую эту книгу, потому что действительно, во-первых, окунаешься в ту эпоху, во-вторых, правдоподобность событий описываемых. И, вы знаете, время жить и время умирать. Он жил, он ждал этого отпуска два года. Все задаются вопросами на войне вообще, зачем мы убиваем, зачем мы живем, почему мы не можем жить в мире и так далее. Я прошу прощения, я немножко буду чай попивать. Я не готовилась к этой рецензии. Конечно, лучше бы было все записать, все свои мысли изложить. Но вот, к сожалению, нет времени, поэтому по горячим следам решила, ну, хоть как-то вам свои впечатления передать. Словарный запас мой скуден, поэтому вы уж извините, простите, не будьте очень ко мне критичны, выражаюсь как могу. И вот эти вот две недели, которые он провел на родине с Элизабет, там, конечно, тоже хватает событий, они стали для него новой жизнью, они поженились с этой женщиной. И это новый глоток, то есть он от войны, он устал, как и все, в принципе, нормальные люди. А здесь у него две недели он жил. У него была маленькая, но яркая, красивая жизнь вместе со своей любимой женщиной. И вот две недели он отбыл в отпуске, и снова он отправляется на фронт. И вы понимаете, у героя, благодаря вот этой вот любви, у него меняется мировоззрение, меняется сознание. Раньше, когда они выстраивали всех русских в ряд и просто издевательски их расстреливали, ну, не просто взять и расстрелять, а вот именно с каким-то садизмом, да, который был тогда присущ многим немцам, с жестокостью, но сейчас главный герой, вернувшись обратно на фронт, он задается такими вопросами, почему же мы не милосердны, то есть раскрываются вопросы именно человеческого достоинства, человеческого милосердия, человеческой жалости. Но что будет в конце, я, конечно же, вам рассказывать не буду, да, иначе не имеет просто, не имело просто смысла мне снимать это видео. В общем, кому интересно, тот, конечно, прочитает. Книга читается очень легко, на одном дыхании, замудренных каких-то там речевых оборотов нету, все довольно-таки простенько, поэтому я, можно сказать, влюбилась в этого писателя, и, конечно, хочу познакомиться со всеми его произведениями. Там есть и размышления, и даже немножко философии, конечно же, ну, без размышлений просто никуда, потому что война сама по себе, это уже повод много-много думать, много размышлять, и самое главное, работать над собой, совершенствовать себя, потому что действительно убивать людей, это не выход. И наш главный герой в конце книги это понял. Так, и я тут немножечко вам нашла цитат из книги, и я просто вам зачитаю то, что мне понравилось. «Все надо делать постепенно, шаг за шагом, и не пытаться решать мировые проблемы, когда тебе угрожает опасность. Они пробудили в нем какую-то мучительную и безнадежную тоску, которая долго не оставляла его, даже после того, как он давно уже захлопнул книгу. Еще не время», — подумал Гребер, — «надежда вернется позже, когда исчезнет боль». Слишком часто он до сих пор отводил глаза и ничего знать не хотел. И не только он, так же поступали и сотни тысяч других, надеясь этим успокоить свою совесть. Он больше не хотел отводить глаза, не хотел увиливать. Это вот именно про его перерождение, скажем так, вот эта вот цитата. «Кто знает, какие вы? Ведь здесь вы, не вы. Вы такие, какие бываете там. Но кто знает, что там происходит?» Это фраза, над которой нужно задуматься и рассмотреть ее именно в контексте этой книги, потому что так, конечно, сложно понять. «Десять заповедей не для военных». «Иной раз, когда тишина кричит, приходится заглушать ее самым громким, что у тебя есть». Очень сильная цитата я, на мой взгляд. Отчаяние охватило их, и одновременно ливнем нахлынула нестерпимая нежность, но ей нельзя было поддаться. Они чувствовали, что стоит только впустить ее, и она разорвет их на части. «Ненавидеть! Кто может позволить себе такую роскошь? Ненависть делает человека неосторожным». Голос был глубокий, тихий. Этот голос произносил слово «Жить». Как торговец на черном рынке шепчет масло, как проститутка шепчет любовь. Вкратчиво, настойчиво, маняще и лживо. Как будто можно купить жизнь. Мы оправдываем необходимостью все, что мы сами делаем. Когда мы бомбим города, это стратегическая необходимость. А когда бомбят наши города, это гнусное преступление. Как безнадежно обречены всякая справедливость и сострадание. Им суждено вечно разбиваться о равнодушии, себелюбии и страх. Ну, в общем, можно много-много читать, потому что действительно эти цитаты можно даже конспектировать и запоминать их. Очень много умных фраз. Поэтому сейчас «Ремарка» очень в России любят, его читают. И кто хочет познакомиться с ним, приступите. Ну, вот такая вот небольшая рецензия. Прошу прощения еще раз за мою неподготовку. Как-то так. Всем спасибо за внимание, за просмотры. Пишите вообще, как вам видео такого плана, потому что я, в принципе, могу снимать рецензии на книги, которые я прочту в будущем или там прочла. Ну, и все в таком случае.